Когда же будет новоселье? Запланированный к 2018 году переезд в новое здание детской музыкальной школы номер 3 так и не состоялся. Причина банальна. Основной генподрядчик этого объекта не смог уложиться в отведенные для ремонта сроки. Однако значительная задержка не вызвала нареканий у будущих новоселов. Руководство школы неожиданно встало на защиту строителей, назвав их настоящими героями и заявив, что свой первый концерт в новом здании дети дадут именно для них. Переезд стал самым долгожданным событием для детской музыкальной школы номер 3. Получив, как оказалось, совсем не временное прибежище в бывшей прачечной, школе пришлось ждать улучшения условий долгих 48 лет. Поэтому ремонтные работы в новом помещении руководство учреждения курировало лично, ведь именно здесь должен был родиться настоящий дом мечты. Направо от меня будет располагаться гардероб и зал ожидания. Направо – это вход в основное помещение школы. Слева наконец-то появятся такие помещения, которых в прошлом у нас не было. Помещение, где будет располагаться вся аппаратура. Отсюда будет вестись не только охрана, но и видеонаблюдение. Справа находится библиотека. Радость детской музыкальной школы номер 3, которую в прошлом году назвали лучшей в России, с удовольствием разделили и средства массовой информации. О скором новоселье трубили и газеты, и телевидение, даже и не подозревая, что в это самое время основной подрядчик ремонтных работ неожиданно дал по тормозам. Во время демонтажа строители обнаружили несоответствие здания проекту перепланировки, разработанному новосибирцами. Не точно был определен тип перекрытия. Из-за того, что здесь перекрытие не является железобетонной плитой пустотной, как было в проекте указано, нам пришлось пересогласовывать и конструкцию пола, и вид перегородок. Здесь более старое здание, и если бы мы усиливали, нагружали бы более кирпичными перегородками, более толщую стяжку бы делали, то могли бы какие-то трещины, какие-то повреждения быть уже со временем. Или, может быть, в процессе стройки. Однако переделывать проект новосибирцы отказались. Не желая гнать халтуру, строители нашли местных проектировщиков. Вынужденный простой, а также внесенные коррективы удлинили сроки выполнения работ, компенсировать которые подрядчик решил, значительно сократив время на отдых. Они работали все праздники, отдыхали только 1-2 января, без выходных. И подчеркну девиз. Мы работаем для детей. Это слова строителей. Это очень дорого и очень важно для нас. Поэтому спасибо всем, кто строит, кто помогает. Понимание и поддержку такая позиция встретила и у главы города, который взял этот проект на личный контроль. Сергеем Николаевичем Берникам, главой города, поставлена задача не гнаться каким-то датам, а сконцентрировать внимание на качестве выполнения работы. То, что подрядчиками все делается, что называется, на совесть, мы смогли убедиться и сами. Главная гордость школы – сцена нового концертного зала, который сможет выдержать вес в одну тонну, что позволит поставить на нее сразу два концертных рояля. В специальную одежду строители одели стены. Звукоизолирующие панели, которые не дают громкости звука, чтобы распространялось по всей школе. То есть здесь могут проводиться концерты, а в соседнем помещении идти уроки. И друг другу никто не будет мешать. На сегодняшний день основные строительные работы закончены. Уже начался этап чистовой отделки. Строители уверяют, через несколько недель будет завершен и он. Так что уже в феврале школа сможет завести в новое помещение мебель и инструменты и подготовить все для долгожданного праздничного концерта. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.